Всем привет! Недавно я делала обзор на обновленную линейку L'Oreal Infallible и обзор был такой, мягко говоря, не очень лестный и я получила очень интересный комментарий под этим видео Помню, в школьные студенческие времена с подружкой писались от Maybelline L'Oreal А сейчас, да и цены для их качества явно завышены Есть, конечно, хорошие продукты, но им легко найти замену где-то в белорусской косметике И, блин, бесит, что они считают, будто в Украине нет блондинок И я так прочла этот комментарий и думаю, не-не-не-не, подождите Постой, паровоз Ну а что касается сегодняшнего видео, то мы с вами в нем разберем самые лучшие релизы L'Oreal последнего времени То, что я запросто могу вам порекомендовать и то, что мне очень понравилось Поэтому давайте приступать На мой взгляд, самый крутой релиз L'Oreal последнего времени это вот эти помады, которые называются Rouge Signature У меня три оттенка, все оттенки просто восхитительные Я вам обязательно их покажу в нанесении Но что касается самой помады, если сделать краткий такой обзор Мне в этих помадах нравится абсолютно все Начиная от упаковки, я ее считаю очень красивой Такой лаконичной, дорого выглядящей Вот вообще абсолютно никаких к ней претензий Дальше, что касается аппликаторов Это, наверное, самый лучший аппликатор, который только касался моих губ Он действительно восхитительный, мне он напоминает чем-то утюжок И с его помощью реально элементарно нанести эту помаду даже без карандаша Его кончик очень острый И можно вот так вот буквально до полумиллиметра выравнивать линии Делать их абсолютно точными и четкими А что касается самой текстуры, то она слегка такая необычная Как только начинаешь наносить, кажется, что ты наносишь воду Вот ни помада, ни гелевая текстура, ни какая-то муссовая Но при этом пигментация восхитительная Сразу после первого нанесения понимаешь, что тебе не нужно 25 раз вот так вот елозить по одному и тому же месту Для того, чтобы добиться какого-то однородного оттенка По крайней мере, это касается тех оттенков, которые есть у меня Вот в такой текстуре как раз-таки подляну можно ожидать от более темных оттенков Типа, знаете, темно-баклажанный оттенок, какой-то темно-винный оттенок Вот эти я бы скорее вам рекомендовала посвочить перед тем, как покупать И, кстати, еще один момент, который я хочу рассказать об этой помаде Как только ее наносишь, сохраняется приблизительно на полчасика где-то такое чувство влаги и прохлады на губах После чего она становится все более и более пудровой Вот сейчас где-то прошел, наверное, часик после того, как я нанесла эту помаду И она полностью уже застыла Эта помада просто восхитительно смотрится И я, кстати, последний раз ее носила, когда ходила с мужем отмечать нашу годовщину И я была настолько дерзкой, что я накрасила дома губы и не взяла даже ее с собой Решила, да ладно, проверим ее стойкость заодно И после того, как я поела, а ела я достаточно жирную еду Она у меня, конечно, разрушилась с внутренней стороны губ Но я решила несколько вот таких вот действий поделать по губам И, в принципе, этот пигмент выровняло То есть такой вот даже божеский вид был Стойкость этих помад тоже потрясающая Конечно, если вы собираетесь пойти и уничтожить бургер То не ждите, что она прям, знаете, до последнего будет держаться у вас на губах Но если вы где-то на светском рауте просто для приличия будете крутить в руках бокал шампанского И слегка его попивать, то помада вас точно не подведет Еще одна новинка, которая после первого же использования сразу пошла в мои фавориты Это подводка, которая называется Flash Cat Eye Вы наверняка сразу заметили вот этот вот отросточек И для тех, кто не понял, что это, это трафарет для того, чтобы рисовать стрелки И я, кстати, как придурок, когда получила эту подводку, сняла крышечку И такая, как Лореаль вообще представляет себе вот эти вот манипуляции? А потом я случайно сделала вот так вот и сказала А-а-а, теперь дошло Ну, вообще, все равно, вы знаете, я не фанат всех этих трафаретов Потому что если не умеешь рисовать стрелки, то вот это абсолютно бесполезная штука Если вы еще до сих пор не научились рисовать стрелки Лучше посмотрите мое недавнее видео с тремя повседневными макияжами Ссылку я вам оставлю здесь под буквочкой I И, конечно же, в описании под видео Там я вас просто вот так вот элементарно научу их рисовать Но что касается самой подводки, это мой самый-самый-самый любимый тип подводки Там, где аппликатор не фетровый, а из ворса Если вы когда-то пробовали подводку от NYX, которая называется Epic Ink Liner У меня это и черный, и коричневый оттенок То Лореаль это абсолютно точно такой же формат Знаете, я не могу сказать, что она прям на 100% матовая Все равно какой-то легкий перелив в ней есть Если вас это раздражает, то ни одна, ни вторая вам не подойдет Кстати, еще более дорогим аналогом этой подводки является подводка Kat Von D Tattoo Liner Если вы фанат, то вот я вам советую что-то из этого Так как этот продукт новый, я еще пока не могу откомментировать, насколько ее хватит, пока она не засохнет Или пока она не закончится Но я очень надеюсь, что это хотя бы уровень NYX Сейчас буду рассказывать не о новинке Но я буквально пару секунд вашего времени займу для того, чтобы напомнить о потрясающем продукте И это жидкий хайлайтер от Лореаль, который называется Glow Moon Amour У меня закончился вот этот, который я заказывала почти уже год назад Наверное, где-то месяцев 9 назад И он у меня вот сейчас вот на этом уровне Но он немножко изменил уже свою текстуру И я решила, пора его, наверное, все-таки менять Потому что он чуть-чуть по-другому начал наноситься Я этот хайлайтер просто обожаю Потому что он максимально естественно выглядит на коже Когда его растушевываешь, такое впечатление, что у тебя кожа становится такая влажно-маслянистая Но в то же время никаких ни блесток, ни какого-то супер металлика а-ля терминатор Просто такое впечатление, что у вас офигенно красиво сияет ваша кожа Еще одна крутая новинка от Лореаль Это тонирующий гель для бровей, который называется Unbelievable Brow Я себе взяла оттенок, который называется... Который называется... Который называется 108 Dark Brunette И вы знаете, я вам постоянно говорю о том, как я люблю карандаши для бровей Особенно для своих бровей И я такая... Не-не-не, я пользуюсь только карандасями Это ж так удобно, это ж так быстро И тут Лореаль такие... Ана-ка, выкуси Я честно думала, что это будет один из тех товаров, которые я заказала Попробовала, сделала обзор и сложила в долгий ящик Но не тут-то было Во-первых, оттенок 108 Dark Brunette, как мне кажется, подходит мне сейчас просто идеально Даже, наверное, лучше, чем карандаши, которыми я пользовалась до этого По своей текстуре мне этот продукт напоминает разжиженную помадку для бровей Лучше возьмите какую-то небольшую и при этом очень острую кисть Которая прям, вы знаете, когда ворсинки складываются, то получается прям такое лезвие У меня, кстати, это кисть от Sedona Lace номер 561 Единственный советик или, скорее, предупреждение Этот продукт очень быстро начинает усаживаться То есть не пытайтесь сделать себе такую кляксу огромную на руке А потом не спеша делать одну бровь, потом не спеша делать другую бровь Мне этот гель понравился Особенно круто он будет для тех, кому нужно корректировать какие-то проплешины Потому что если у вас прям идеальные брови Конечно, вам хватит и какой-то пудры для бровей Максимум карандашка какого-то Но если у вас есть какие-то проплешины Где-то, может, шрамик есть Или где-то вы там перещипали Или где-то нужно чуть-чуть изменить форму То вот здесь вот отлично справляются такого рода средства Тем более, что оно водостойкое И реально он очень хорошо держится в бровях Вот то, что вы видите сейчас Вот абсолютно в таком же состоянии Они будут в самом-самом конце вечера Когда я буду стоять над ними уже с ватным диском с мицеллярной водой Но при этом, кстати, смываются тоже достаточно просто И наждачкой их вытирать с лица не нужно И, кстати, если вернуться к комментарию Который я вам зачитывала в начале видео Что бесит, что они считают, будто в Украине нет блондинок На самом деле, знаете, это не Лореаль так считает Это, к сожалению, наши украинские поставщики так считают Потому что у Лореаль, в принципе, достаточно неплохая линейка оттенков В любом сегменте Будь то тональная основа, консилер, средства для бровей и так далее Вот, например, вот это средство выпускается в пяти оттенках Но в Украину завезли всего лишь три Потому что посчитали, ну, как бы, светлый, средний и темный Че еще надо? Еще одна недавняя новинка от Лореаль Это их новая тушь, которая называется Unlimited Mascara У меня это водостойкая версия И вы знаете, это такой растерявшийся продукт Потому что сначала смотришь на лицевую сторону Здесь написано Waterproof, то есть водостойкая Но переворачиваешь ее с другой стороны И здесь написано Легко удаляется с помощью теплой воды Вот вы мне объясните Как может водостойкий продукт легко удаляться с помощью воды? Но стоило мне ее один раз потестировать И я поняла, что они имели в виду Дело в том, что это чулочная тушь То есть та, которая не размазывается в такое черное пятно у вас под глазами А та, которая такими как сгустками снимается с ваших ресниц И именно в этом и заключается легкое снятие этой туши И вообще, в принципе, это плюс И здесь как бы есть вот эта вот фишка То есть вы можете согнуть здесь ручку Достать это все дело И вам как бы эргономично будет и удобно ее наносить Но в то же время, если бы здесь вот этой вот фишки не было То я как бы не сильно бы, я думаю, расстроилась Единственное, меня эта тушь не очень впечатлила своим эффектом Вот он просто вот такой вот очень посредственный Нельзя сказать, что это вау ресницы И в то же время нельзя сказать, что они какие-то ужасные И что касается ее водостойкости То я здесь поняла, что если вам кто-то в порыве чувств Плеснет стакан воды в лицо То она, скорее всего, выстоит И не начнет течь вот такими ручьями Но если вы нанесете ее и пойдете купаться куда-то в бассейн И еще, не дай бог, тиранете глаз То нет И последняя новинка из декоративной косметики Которая у меня есть Это новый консилер из линейки Age Perfect Я уже делала обзор на тональную основу из этой линейки Опять-таки, если вам интересно посмотреть Под буквочкой I будет ссылка И также в описании под видео Этот консилер и не то, чтобы прям плохой И не то, чтобы прям хороший Ну вот такой вот обычный консилер за свои деньги Age Perfect абсолютно меня не впечатлил А еще больше он меня не впечатлил тем, что у него в составе динатурированный спирт Довольно в высокой концентрации А я просто как от чумы шарахаюсь от этого ингредиента Особенно для зоны вокруг глаз Поэтому я им пользоваться 100% не буду Но декоративный эффект я вам показала И последний продукт Я даже не знаю, как правильно вам описать Это своеобразная ретушь для волос Короче говоря, это вот эта вот штука Которая называется Hair Toucher У меня это оттенок Brown И вообще, что это такое? Для тех, кто не знает, вообще никогда не сталкивался с такой штукой Это продукт для того, чтобы скрывать отросшие корни волос То есть, если вашему окрашиванию уже такой хороший месяц А то и больше Вы берете вот эту штуку, делаете Я сейчас не совсем смогу его продемонстрировать в волосах И, честно говоря, не очень хочу У меня окрашивание сейчас достаточно свежее Ему может быть максимум недельки-две Я, честно говоря, думала, что это какой-то пудровый продукт Потому что для волос существуют уже такие средства Они выглядят как тени И вы просто с помощью кисти наносите это куда-то на ваш пробор Но вот это, это скорее жидкость Я вам сейчас вот просто продемонстрирую Что получается, когда нажимаешь на носик Вот я, честно говоря, не представляю Как вот это может выглядеть натурально в волосах Я попробовала Проблема в том, что этот продукт очень быстро схватывается Но если близко вот так вот прям пшикнуть То у вас вот просто будет вот такого рода пятно Это будет выглядеть скорее как родимое пятно Где-то у вас в голове Вот такое вот растекшееся И ее растушевать в волосах нереально Причем самое поразительное в этом продукте то Что даже после того, как я помыла голову Я увидела, что до сих пор он у меня еще есть Такими как маленькими какими-то комочками перхоти Где-то он еще въелся в кожу головы И мне просто реально нужно было стоять и ногтем вот так вот отковыривать Это из кожи головы Короче, пока я не определилась То ли это абсолютный провал То ли я просто еще не нашла к нему подход А у меня на этом все Если вам понравилось это видео Не забудьте поставить ему палец вверх Так как это очень развивает мой канал Не ленитесь, ставьте пальцы вверх Если вы еще не подписаны Обязательно подписывайтесь Это можно сделать нажав на круглую иконку вот здесь вот И также YouTube вам сейчас предлагает другие мои видео посмотреть А если вы их уже смотрели То мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней